всем привет друзья это канал сергей леся ну что же сегодня я уверен что мы закончим тему со сдачей леси на права смотрите какая погода сейчас дождь идет срывается снег лужи полные воды олеся сдает экзамен по вождению я сейчас ее вывез вот сюда к месту сдачи такой плац сначала сдают они на плацу потом поедут кататься по городу она должна выполнить кучу пунктов то есть здесь надо сдавать все по-настоящему все учить то есть щепетильно скурпулезно все учить и сейчас я жду жду что леса придет и скажет мне что я сдала так что друзья не отключайтесь потому что на самом деле я еще не знаю сдаст она сегодня экзамен или не сдаст и это все перенесется еще на следующий раз в польше экзамен с первого раза сдают очень мало людей именно по вождению так что ждем пока ждем кто молодец создала что не зря вы ждали я вас спросил подождать леса сдала экзамен но сейчас она расскажет в этой серии все нюансы как это было я думаю теперь точно оставайтесь с нами мне просто не верится я сдала друзья я сдала со второго раза я считаю я герой потому что со второго раза это очень хорошо во первых я очень сильно везучая потому что мне два раза попадались очень хорошие экзаменаторы вот я например ну я знаю что я там припарковалась криво охот меня спрашивает типа по хорошо припарковалась а я вижу что я так криво припарковать я говорю да хорошо поехали дальше а если был был ну потому что люди разные экзаменаторы разные другой мог бы сказать например что паркуйся опять да по новой боже я так рада я собралась я сижу там в этой комнате ожиданий думаю если ты хочешь сюда каждую неделю как проходите как на каторгу и мучить себя и нервы свои трепать или ты сейчас соберешься тряпка конечно нереальные сейчас сразу не сразу я вам тогда расскажу в общем сколько это у меня все по деньгам вышло а сейчас мы едем еще на работу да кстати ребята вы не представляете вот только я записал вот это к вам обращение и смотрю если идет мне показалось это так быстро я блин думаю не сдала я только записал это сообщение это пожелание и она идет я не я я не видел как она выехала сплаться в город понимаете я ждал 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 этот момент тут наверно машины стали я не увидел и тут смотрю леса идет такая посмотрю бумажка какая-то в руках думаю мне не все потеряно она выходила без бумажки да еще мы очень быстро получается сколько сейчас не за полчаса где-то поездили до быстро ну погода приехали там в то мы вторые получается пять машин было четыре парня и одна я поняла что кви . просто в этом в общем и вот только что мы приехали там стояла одна машина то есть кто-то еще раньше нас может там не сдал может стал а мы вторые приехали но очень быстро он долго меня дебучил но еще погода такая ветер дождь но я ждал я не покажи это бумажка что-то такое написано позитивный видите позитивный а в прошлый раз у меня в увагах вот так написано написано что я поехала не туда ну категория моя фамилия когда начала экзамен когда закончила ну и так тут то что я я с первого раза все сделала там на плацу уже этот раз пристегнулась кресло все по красоте и смотри везде галочки что я все сделала с первого раза видишь тут есть две попытки вот но у меня везде с первого раза у меня очень классный попался экзаменатор спасибо ему большое бой все течка я тебя люблю я даже не запомнила как тебя зовут кшиштоф кшиштоф ты супер теперь буду всем с вами рассказывать что я молодец и сдала все пока ребята сейчас я поделюсь своим опытом получения водительского удостоверения в польше но мне очень хочется чтобы вы поделились своим опытом я думаю многих и здесь есть какие-то интересные истории печальные или радостные поделитесь в комментариях как у вас проходила сдача экзамена вообще возможно какие-то интересные истории делитесь в комментариях мне будет очень приятно и интересно почитать ну и напишите поздравление мне пользуюсь случаем что нет инструктора он где-то отошел я вам сниму автомобиль на которым я учусь ездить так 727 я пришла на занятие машинка первое что я делаю сажусь устанавливая под себя кресла такие педальки запасные как мой почти тут такие дополнительные зеркала наверху а теперь все по порядку зачем мне нужны были права вообще изначально я у меня даже в мыслях не было чтобы сдавать на права при том в чужой стране на польском языке я знала что люди здесь дают их по 10-12 раз и это все меня очень пугало и я не собиралась вообще вступать в это странное сообщество водителей но жизнь распорядилась по-другому одной стороны я не собиралась но с другой всегда в своих там мечтах целях я писала получить права и вот все-таки пришлось потому что я пришла на работу в агентство и это мне сказали что мне нужно категория b потому что там есть и рабочие автомобили по рабочим вопросам нужно ездить и нужно сдавать на права и все мышеловка замкнулась снова августа у меня началась теория первый урок теории и 30 ноября то есть сегодня я сдала практический экзамен то есть три месяца у каждого это занимает какой-то свой срок кто-то сдает полгода кто-то два месяца все зависит от чего во первых от того с какого раза вы сдаете потому что если бы я с первого раза сдала это было еще раньше да я сдала со второго раза и второе это очередь потому что часто на практически на теорию еще не так на теорию там можно записаться буквально там через неделю да как у вас уже закончился курс обучения практику иногда ждут и даже по месяцу поэтому может быть такое что например каждая попытка до сдачи экзамена у вас занимает целый месяц по ценам первое такое самое главное это обучение в школе за которые я заплатила 2200 злотых второе это на бодание то есть медкомиссия которую я приходил проходила перед обучением и она мне стоила 150 злотых также 35 злотых я потратила на фотографии дальше это экзамены каждый экзамен платный теоретический экзамен стоит 32 злотых а практически 140 моем случае я 150 заплатила за медкомиссию 35 злотых заплатила за фотографии 2200 злотых заплатила за курс сразу скажу что я училась на механике если вы хотите автомат то это будет дороже сейчас это 2900 в нашей школе но в каждой школе в каждом городе даже эта сумма может быть разной и варьироваться следующая растрата была это дополнительные часы на то есть у меня было 30 часов практики и когда они закончились только тогда я смогла записаться не на теорию а потом на практику до практического экзамена был перерыв две недели когда я не могла ездить поэтому я приняла решение вы купите два часа езды один час езды у нас стоит 80 злотых в общем я выкупила 4 часа езды за два раза это вышло 320 злотых дополнительные часы практический экзамен один стоит 140 злотых у меня их было два то есть это выходит 280 злотых если в общем подсчитать то это немножко больше трех тысяч злотых в общем мне получились права но и конечно сюда можно также посчитать таблетки успокаивающие которые я купила и пила целую неделю перед вторым экзаменом потому что для меня это было очень волнительно и пережила я это конечно на нервах теперь по бюрократии что же вам нужно для того и кто может сдавать на права в польше я советую идти сдавать на права в польше когда вы уже немножко уверены в своем польском языке в знании польского языка это правда важно потому что вам нужно будет теории 30 часов пройти вам нужно теоретические тесты будет стать вам нужно общаться с инструктором понимать его и как без коммуникации просто никуда то есть изначально у вас должен быть уровень польского языка хотя бы коммуникативные чтобы вы могли например читать тесты в теории первый этап это выбор автошколы потому что даже в нашем городе он не супер большой здесь очень много автошкол и вот нужно по отзывам по откликам найти именно ту автошколу в которой вы хотите учиться дальше я позвонила в автошколу спросила что мне нужно для того чтобы обучаться у них они мне прислали список что мне нужно сделать это было пройти медкомиссию сделать фотографии и пойти в ужон сделать номер пкк сейчас я расскажу медкомиссию я сделала у частного врача мне она стоила 150 злотых как я уже и говорила фотографии это легко вы найдете где их сделать номер пкк это такой номер даже сейчас возможно ошибусь я не помню точно ппк или пкк но это неважно его нужно получать в ужонде там где вы например получаете пасель мальдуетесь и так дальше вы идете в ужон там нужно будет заполнить бланк у вас могут потребовать умову о найму как было в моем случае паспорт и пасель и так же получать этот номер нужно уже идти с пройденной медкомиссии и с фотографиями то есть вы делаете сначала то а потом уже идете получать этот номер когда вы получаете получили свой номер вы идете записывайтесь в школу хотите сразу оплачиваете там уже зависит от школы у нас например можно было разбить я сначала заплатил 900 злотых потом доплатила остальное вы записываетесь на обучение у вас идет 30 часов теории потом 30 часов практики и только тогда когда вы отъездили последний час практики по крайней мере это было так у нас то я смогла записаться только тогда когда у меня закончилась практика я смогла записаться сначала на теоретический экзамен поехала в ворд здесь это называется поехала туда сказала вот я хочу на экзамен меня записали я заплатила там только предоставила пасель теорию я сдала с первого раза если вы не сдадите с первого раза ничего страшного сразу идете оплачиваете следующий раз записывайтесь и приходите сдаете на следующий раз и потом после того как ты сдаешь позитивно теорию то ты записываешься на практику и опять оплачиваешь в принципе все процедура легкая главное запастись нервами вниманием и быть уверенным в себе ну и конечно же осторожным потому что осторожность на дороге очень важно друзья я надеюсь что мой опыт будет кому-то из вас полезен и возможно я кого-то подтолкну кто долго думает идти или не идти для того чтобы сдавать не все сдают с десятого раза у каждого это по-своему кто-то сдает с первого раза сказать что было какое-то предубеждение ко мне или какое-то другое отношение по поводу того что я например украинка или полька нет такого не было наоборот инструкторы даже экзаменатор он говорил слово например по-польски так и так думал чтобы я точно поняла что он от меня хочет то есть наоборот люди помогают так что бояться насчет этого тоже не стоит если вы сдавали на права не важно где в польше там или у себя дома то поделитесь в комментариях своими историями возможно у вас есть какие-то интересные смешные или грустные истории связанные с этим поделитесь своим опытом в комментариях поздравьте меня поставьте лайк и подпишитесь на наш канал мне будет очень приятно до скорых встреч пока пока